Аэродром Мочулище Самолеты на аэродроме находятся в третьей и во второй готовности соответственно Это значит, что у пилота есть всего 12 минут на то, чтобы занять место в боевой машине Запустить двигатели, вырулить на взлетную полосу и подняться в небо Мы находимся на борту самолета Ан-26 Он выступает в качестве контрольной цели для проверки дежурных сил по противовоздушной обороне Также условно нарушать воздушное пространство союзного государства будут вертолеты Ми-8 и штурмовики Су-25 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok По заданному маршруту на заданной высоте Далее по легенде у нас было воздушное судно потеряло ориентировку К нам подошел самолет-лидер российских ВВС и условно на посадку завел нас на оперативный аэродром Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Делал DimaTorzok Делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Делал DimaTorzok Далее, когда мы подходили к другому аэродрому, были перехвачены дежурными силами военно-мождество силы клеевого СПО Республики Беларусь. Об этом я узнал по радио и слева наблюдал снабжитель МИК-29. Также он с нами связался по радио и визуальными сигналами международными оповестил нас, что мы перехвачиваем. Сначала он подошел к самолету и показал покачивание крыльев, скрываем крыло, показал, что я перехвачен. Я тоже ответил этим же, что я понял его команду и следую его указаниям. С этого он нас завел, тоже показал, кто нам на аэродром дал. И мы поступили к выполнению посадки на оперативный аэродром. Это была внезапная проверка. Задействована авиация была практически со всех аэродромов, которые находятся на территории Республики Беларусь. Задействованы были практически все дежурные силы. Вылет был осуществлен со всех аэродромов, где базируются дежурные силы. Ну и результаты проверки показали, что у нас достигнут достаточно высокий уровень совместимости российской и белорусской составляющей части единой региональной системы противозвучной обороны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова